На сегодняшний день рудник Кумтор работает в режиме автопилота. Руководства предприятия нет уже порядка двух месяцев. Об этом сообщил депутат Аклбек Джапаров, который возглавил госкомиссию по проверке деятельности предприятия. По информации Джапарова, помимо того, что директора компании покинули страну, в минувшую пятницу на месторождении отключились системы слежения и контроля за движением ледников. При каждой власти в Кыргызстане создавались различные комиссии по изучению деятельности Кумтора. Однако, несмотря на выявляемые правонарушения, принимались половинчатые решения, считает Джапаров. Но за 30 лет так и не были приняты решения, которые полностью защитили бы экономические интересы Кыргызстана. Документ, который не отвечает интересам государства, в рамках разработки месторождения был подписан в 1992 году, 3 декабря в Канаде. В этот день свершилась фундаментальная несправедливость. Канадцы получили треть акций. Они на пять лет были освобождены от уплаты налогов. Когда оставалось 3-4 года до завершения срока, по прямому поручению Аскар-Акаева снова подписывается соглашение. В итоге Кыргызстану осталось всего 33% акций. Кыргызстан не стал не только де-факто, но и де-юре владельцем компании. Здесь интересно, что 15% акций нашей страны были проданы потом через полгода, и эти акции вырастут в цене. Кто-то владел инсайдерской информацией, госакции были очень дешево куплены, а потом проданы в 3-дорого. Защита окружающей среды и соблюдение экологических требований была одним из главных приоритетов при разработке месторождения Кумтойра. Однако фактически компания грубо нарушила договоренности в этой области. По данным Аклбека Джапарова, многочисленные госкомиссии не предприняли никаких мер для предотвращения дальнейшего экологического ущерба. 1 миллиард 200 миллионов тонн пустой породы были вывезены на ледники Давыдов и Лысый за все годы работы Кумтойра. Такие действия привели к разрушению 183 миллионов кубов льда. В 2012 году за нарушение норм природоохранного законодательства были определены санкции в отношении Кумтойру Голдкомпани, но размер штрафов был рассчитан неправильно. Тогда независимый эксперт Динара Кутманова оценила сумму штрафов в 256 миллиардов сумм. Курс доллара составлял порядка 47 сумм. Общая сумма претензий составила почти 5 миллиардов долларов США. Однако госкомиссия оценила ущерб лишь в 6,6 миллиарда сумм. В 2013 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам экологических нарушений, но через два года приостановила его. Сейчас Государственная комиссия по изучению деятельности Кумтойра обратилась к правоохранительным органам и Генпрокуратуре, чтобы привлечь к ответственности всех президентов и премьер-министров с 1992 года по наши дни за поддержку интересов иностранной компании. Также это касается директоров госэкотехинспекции, налоговой инспекции, члена совета директоров Центера Голд с кыргызской стороны, председателя правления Кыргызалтын, председателя ревизионных комиссий. Например, экс-премьер-министр Саппар Исаков одним указом отказался от претензий Центера Голд на сумму в 22,5 миллиарда сомов. Соглашение, подписанное Исакомо, указано, что правительство настоящим полностью и навсегда отказывается от требований к Центере. И это не все. Правительство взяло на себя обязательство защищать права Центера и Кунтурголдкомпани в случае, если кто-либо захочет подать иски против интересов этих компаний. Государственная комиссия пришла к выводу, что отказываясь от получения полного возмещения причинения экологического ущерба, правительство взяло на себя функции суда и превысило свои полномочия. Кунтурголдкомпани это и политическая история. История о том, как страна в годы независимости управлялась, как и кем стратегические вопросы решались. История о том, наконец, как не надо было управлять государством. Сегодня действия многих руководящих лиц и чиновников требуют правовой оценки. Это касается и договоров о предоставлении беспрецедентных льготных налоговых привилегий, лишающих кыргызскую сторону значимых для бюджета поступлений, поскольку это противоречит налоговому законодательству. Аклбек Джапаров отметил, что Кыргызстан заработал порядка 1,5 миллиарда долларов на золотом прииске Кунтур, в то время как канадская компания Центера заработала 11,5 миллиарда долларов США. «Бывшие чиновники сколько угодно могут говорить о том, что из Центеры выжили все, что можно было. Это не совсем так, вернее, совсем не так. Именно продажность, именно алчность, именно попустительство властимущих сделали возможным то, что в любой цивилизованной стране было бы недопустимо и немыслимо. В любой цивилизованной стране не стали бы терпеть кампанию, которая нарушала и продолжает по сегодняшний день нарушать национальное законодательство, которое продолжает игнорировать законные интересы страны. И мы, члены госкомиссии, считаем, что пора этому абсурду положить конец». В новейшей истории независимого Кыргызстана Кумтор стал символом политической и государственной коррупции и предательства народа, заявил Аклбек Джапаров. По его словам, Кыргызстан не боится арбитражного суда с компанией Центера Голд. Пора сказать менеджменту компании, что угроза и шантаж с их стороны больше не пройдут, подчеркнул нардеп. «Мы, члены госкомиссии, считаем, что пора твердо и четко сказать, что демагога уже не пройдет, что прошло время, когда менеджеры Центеры отделывались чисто символическими уступками, что больше не пройдут угрозы и шантаж со стороны менеджмента Центеры». Уважаемые коллеги, я заостряю на этом внимание. Мы сегодня вместе с другими акционерами предъявляем претензии именно к менеджерам, которые захватили полностью власть и забрали эту власть у самих акционеров. К слову отмечу, Центеры тоже поняли, что ситуация в Кыргызстане поменялась, что у нас угас комиссии и у политического руководства есть очень серьезные аргументы, что мы не боимся разбирательства в международном арбитраже. Именно поэтому, надо полагать, они сейчас предлагают нам начать переговоры». С начала работы месторождения Кумтур прошло уже много лет. На сегодняшний день экологические риски усугубились. Сегодня Центера Голд Инг показывает, что она игнорирует национальное законодательство. Во всех соглашениях компания обязалась соблюдать природоохранные нормы Кыргызстана. Однако все договора попустительски нарушаются, говорят эксперты. «Сам факт складирования на ледниках сама Центера тоже не отрицает. И в ежегодной информационной форме за 2011 год она так и пишет, что значительный объем пустой породы сброшен непосредственно на прилегающие карьеры ледников Давыдова. У нас сегодня очень сильные позиции, у нас нарушен ряд законов и очень много норм. И поэтому у нас есть полные основания, и у нас не слабые аргументы. У нас в принципе очень сильные позиции, и мы в принципе, я уверена, что мы выиграем любые судебные процессы и арбитражный процесс тоже. Потому что такого в практике мировой нету, чтобы на ледниках складировали отходы. И наше национальное законодательство как суверенного государства, оно наложило запрет, и все природопользователи должны подчиняться этому запрету и этому закону. Сегодня представители компании Центера считают экологические претензии безосновательными. Якобы все эти вопросы были урегулированы договорами в 2009 и 2017 годах. На деле оказалось, что золотодобуающий объект работал без разрушительных документов. Я хотела бы сказать, вот Центера на сегодняшний день она раздает пресс-релизы и пишет о том, что она якобы неукоснительно соблюдает предохранное законодательство и следует самим высоким стандартам. Но я вот когда в 2012 году и сейчас тоже читала аудиты международных компаний, и вот хочу вот одно заключение, чтобы вы посмотрели. Компания ВСМ, это канадская компания, она оценивала уровень промышленной гигиены вот на Кумторе, 2008 год. И она вот пишет о том, что концентрация свинца была в 2,5-3,5 раза выше допустимого уровня в рабочей зоне. И когда вот они журнализацию посмотрели, там я четко видела заключение, они пишут, что работники Кумтора указывали неправильные единицы измерения. Миллиграммы вместо грамм, литры вместо кубических метров. То есть в той ситуации бесконтрольности, вот это у них тоже, я бы сказала, ситуация не очень хорошая. И с квалификацией, видимо, не дорабатывают. И качество документов тоже не предъявляют требования. Другая компания, Цитрус Партнерс, 2008 год, тоже я весь отчет читала. И вот они тоже дали такой вывод, окончательный просто хочу. Из результатов анализа деятельности Кумтора Перейтинг Компании неясно, насколько полно экологические нормы и требования приняты к исполнению и фактически выполняются проектом Кумтор. То есть это говорит о том, что у них вообще там непонятны были процедуры и вообще есть ли вот этот у них план, как они его составляют. Потому что на самом деле на сайте Кумтор Перейтинг Компании, Кумтор Голд Компании сейчас, если вот я как специалист смотрю, там очень многие данные не коррелируют и они недостоверны. Сегодня в мире водные и экологические проблемы настолько актуализированы, что у Кыргызстана есть все шансы выиграть. Арбитражный суд отметила Динара Кутманова. По ее словам, Центера Голд Инг нарушила не только нормы природопользования, но и законодательство по защите окружающей среды. Внутренние документы даже у них не соответствуют друг другу. Разница по одному и тому же параметру идет 12 раз отклонения, в 26 раз, а вот по токсичным отходам вообще в 32 тысячи раз. То есть, вы знаете, они запятые как хотят пишут, то вправо, то влево. Я когда спрашивала, почему у вас такая ситуация? Ну, запятую, говорит, не туда поставили, две запятых не туда, это же в 100 раз, да? Вот такое отношение. У них, честно говоря, качество документов позволяет, как бы это требует очень серьезной доработки. И поэтому, поэтому я вот сейчас очень много нападок в обществе, почему-то страх есть у людей, боятся многие, мы не сможем победить, мы не сможем выиграть. Но на самом деле, на самом деле у нас есть полные основания, есть документальные. И то, что мы сегодня иск предъявили только по одному нарушению, это складирование на ледниках, я сейчас еще в отчете почитаете, они еще нарушали статью 15, закон об охране окружающей среды. Мы можем дополнительно, это уже как новый неустановленный ущерб предъявлять. Более того, мы еще можем предъявлять еще за, мы не предъявляли еще за загрязнение, потому что у них везде, вот карьерные воды, они не построили очистные сооружения, везде идет превышение по ПДК. Мы это тоже можем предъявлять. То есть это только начало. Мы можем просто как бы нарастить свою государственную систему, чтобы она не была такая слабая, аппаратно оснастить. Но уже даже сейчас, на сегодняшний день, вот по 15 статье достаточно, вот я думаю, материалов, чтобы предъявить еще им обвинения. Поэтому я призываю вас и хотела бы как-то, чтобы мы действительно сегодня повернули историю, как-то, ну, чтобы началась новая история для Кыргызстана, когда природные ресурсы должны работать на благо страны, на благо народа. И вообще экологическая политика в нашей стране, она должна все-таки, к ней нужно изменить отношения. В 2008 году по итогам проверки месторождения была выявлена повышенная концентрация свинца в 2,5-3,5 раза именно в рабочей зоне рудника. Ситуация на объекте была бесконтрольна, отметила Динара Кутманова. Также Кумтер Голд Компани ежегодно использовала бесплатно 5 миллионов кубометров питьевой воды с озера Петрова. Однако Центера манипулировала отчетными данными для того, чтобы ввести в заблуждение, отмечено специалистами. Центера подает всегда разные цифры. И у нас в Центере, даже в официальных публичных отчетах, цифры не бьют. Данные КГК, поданные здесь и в Центере, они постоянно манипулируют, вводят в заблуждение фондовый рынок. Так вот, из-за этого количества воды, которая откачивает центральную карьеру, они могли бы спокойно обеспечить при фильтрации нужды обогатительной фабрики. 5 миллионов кубических метров чистейшей воды – это 5 миллиардов литров воды. Я вам скажу, что, например, у нас в Британской Колумбии, в Канаде, есть ледниковая вода 750 миллилитров, которая стоит 46 канадских долларов. Представьте себе, сколько воды мы просто бесплатно отдаем на использование для технологических нужд на Кумторе. Такое поведение позволяет им делать то самое унизительное соглашение о новых условиях от 2009 года. Я бы назвал позорным соглашением от 2017 года. Юридически они полностью защищают права Центеры, Голд и их руководители от практически любых исков и претензий со стороны правительства и госорганов Кыргызстана. Это не мое заключение, а заключение тех юридических компаний, с которыми мы сейчас работаем. Это топ-компании американские и канадские. Мы их привлекли к нашей работе, и они делают все эти заключения. Следует отметить, что в дальнейшем эксплуатационные затраты будут только возрастать, в первую очередь, из-за увеличения объема вскрышных работ, что является следствием отказа от подземной отработки месторождения. Тенгиз Бальтурюк сообщил, что он принял решение об уходе с поста члена совета директоров компании Центера Голд в связи с последними событиями и подчеркнул, что больше не видит смысла продолжения партнерских взаимоотношений с компанией. Поэтому лично я не вижу смысла в продолжении подобного партнерского, в кавычках, унизительного сотрудничества с компанией Центера Голд. И нам необходимо срочно пересмотреть наши условия взаимоотношений кардинально, раз и навсегда. Мы сейчас над этим работаем совместно с топ-юридическими компаниями США и Канады, чтобы незамедлительно решить все проблемные вопросы разом. Я, наверное, повторюсь, что вот последнее событие, буквально позавчера ночью, когда Кумтор Голд Компани не только разорвал отношения или контракты с поставщиками на Кумтор Голд Компани, но и отключил, вообще вопиющий факт, отключил вот эту систему мониторинга и сканирования бортов самого карьера. То есть плюс есть особая лазерная система сканирования и мониторинга самих ледников, движения ледников. Если их не сканировать, то люди даже незаметны будут, когда он наберет предельную скорость и быстро сорвется. Это привело к 2019 году к тому самому смертельному случаю и два человека погибли. Мы это отдельно отметили в отчете и, по-моему, сейчас уголовное дело вновь открыто. В отношении деятельности Рудника уже возбуждено четыре уголовных дела. Как сообщил Камчег Ташиев, уголовные дела расследует Следственное управление Госкомитета национальной безопасности. Фигурантом одного из дел стал экс-премьер-министр Мухаммед Калы Аблгазиев по факту коррупции. Подозреваются и другие чиновники по фактам использования природных ресурсов и земельных участков, расположенных в Иссыкульской области. Четыре уголовных дела, которые были возбуждены по отношению к Кумтору Голд Компани. Здесь одно дело именно руководителям, по отношению к руководителям Кумтору Голд Компани. А три дела – это должностные преступления тех людей, которые в то время занимали ответственные государственные посты. Туда входит несколько бывших премьер-министров, депутатов. У нас еще имеются материалы по отношению тех же депутатов, которые в то время получали какие-то финансовые поддержки со стороны Кумтор. В настоящее время в производстве ГСУ ГКМ Кыргызской Республики находятся следующие уголовные дела. Уголовные дела по отношению Аблгазиева по статье 319.1. Коррупция УК Кыргызской Республики, то есть по факту коррупции со стороны ответственных лиц правительства Кыргызской Республики, при принятии решения об использовании природных ресурсов и земельных участков, расположенных на территории Кыргызской области, в пользу ЗАО Кумтор Голд Компани, бывший премьер-министр Аблгазиев. Вот как раз расследуется и проходит. Здесь проходит очень, скажем так, не очень много, но много наших должностных лиц, членов правительства, которые в это время работали, которые подписывались. Среди них есть еще и наши уважаемые народные депутаты тоже. В ходе заседания нардеп Таблдетилаев попросил открыто назвать имена глав правительств, депутатов и чиновников, которые заключали заведомо нерентабельные соглашения. Аклубик Усимбекович, Вы сами ранее обещали, что открыто назовете имена и фамилии глав правительств и президентов, кто подписывал все соглашения по кумтору на протяжении 30 лет. Можете сейчас назвать их имена и фамилии? В 1992 году соглашение по кумтору подписал премьер-министр Чингышев. В 1993 году Чингышев, в 1994 году Джумагулов и Сарагулов, Джумагулов и Давлетов. В 1995 году Сарагулов это был устав. В 2003 году глава Кыргызалтына Кудайбергенов подписал соглашение о реструктуризации. В 2003 году исправление и дополнение к соглашению подписал премьер-министр Танаев и Кудайбергенов. В 2004 году Кудайбергенов и министр Курманбекус Монов. В 2007 году соглашение подписал Атамбаев, Танаев. В 2009 году Бакиев и Елисеев. Еще раз в этом же году Чудинов и Джакопов. В 2013 году соглашение об особых условиях подписали Сатыбалдеев, а Атамбаев был президентом. В 2017 году стратегическое соглашение от 11 сентября 2017 года Кыргызстан полностью отказался от экологических требований. На веки веков становится адвокатом Центеры. Соглашение было подписано премьер-министром Саппаром Исаковым. В 2019 году соглашение было подписано Балгазиевым. Все президенты имели прямое отношение ко всем соглашениям с 1992 года по 2019 год. Также было сообщено о количестве золота, которое якобы было вывезено контрабанда с месторождения Кумтор при предыдущих президентах. Председатель государственной комиссии по проверке деятельности компании Кумтор Голд, депутат Джигур Кукинишак Элбек Джапаров, рассказал о том, сколько золота было вывезено из страны при прежних президентах Кыргызстана. При Аскари Акаеве из страны было вывезено 156 тонн золота. При Курманбеке Бакиеве вывезли 68 тонн и 2 центнера золота. При Алмазбеке Атамбаеве вывезено 132 тонны 5 центнеров золота. При Сорунбай Джейнбекове 52 тонны 9 центнеров золота. Тора Гадюгур Кукинеша предложил поставить перед крупными акционерами вопрос о неэффективном управлении со стороны руководства Центера Голд Инг, поскольку компания приобретала лицензии на неприбыльные месторождения. В целом, непрозрачность деятельности компании и препятствование работе госкомиссии наталкивает на определенные выводы. Вот уже более 30 лет не решается проблема с Кумтором и по воле судьбы ответственность за принятие исторического. И справедливое решение выпало на долю шестого сазового парламента. По международному арбитражному суду мы не должны бояться. Мы должны это дело довести до конца. Почему мы должны бояться международной мафии и международных предателей? Это же наши полезные ископаемые. Пусть платят штрафы за то, что разрушили экологию. Мы должны выиграть этот суд. Они же должны все санкции выплатить полностью. Поэтому не надо думать, что мы проиграем суд. Обращаюсь к адвокатам некоторых бывших президентов. Мы должны вернуть Кыргызстану Кумтор. На сегодняшний день общая сумма претензий к зао Кумтор Голд Компани со стороны Кыргызстана составила 4 миллиарда 252 миллиона 800 тысяч долларов. Из них экологический ущерб составил свыше 3 миллиардов и налоговый ущерб порядка 1 миллиарда долларов США. Также Государственная комиссия по Кумтору инициировала вопрос о возвращении в госсобственность 106 тонн золота, который находится в посохранилище месторождения. Это золото можно излечь в ближайшие 5-10 лет. Его общая стоимость предположительно будет составлять порядка 5 миллиардов долларов США. Отметим, что по итогам заседания депутаты Дюгур-Кукинеша приняли к сведению промежуточный отчет Государственной комиссии по проверке деятельности Кумтора принято соответствующее постановление. На три месяца продлен срок работы Госкомиссии по проверке деятельности месторождения. Нардепы также согласились ввести внешнее управление в компании. Айтул Кунсулпуева, Бегзат Машрапов, ЛТР Бишкек.